Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать новогодний декор из картона. Для этого мы возьмем вот такую большую тарелку, обведем и вырежем несколько кругов из картона. Моя тарелка диаметром приблизительно 25 сантиметров. Вырезала для начала четыре круга, а в дальнейшем посмотрю какой толщиной все-таки будет мое панно. То есть я буду использовать три или четыре круга. Склеивать между собой планирую универсальным полимерным клеем. Можно использовать термопистолет. Также для того чтобы наше панно подвесить нам необходим джут. Я беру джутовую нитку, отмеряю небольшой кусочек и скручиваю ее пополам, чтобы сделать более толстую веревочку. Беру веревку, закручиваю ее и потом берусь за два края этой веревки и по центру она между собой переплетается и получается такой вот плотный жгутик. Сейчас вам покажу как это делается. Вот смотрите, моя ниточка переплелась и получился вот такой вот жгутик. Чтобы вставить данный жгутик нам необходимо в картонной части сделать отверстие. Определяем все, где у нас будут отверстия и я прокалываю их маникерными ножницами. Также можно определиться с длиной нитки. То есть для того чтобы подвесить данное панно можно использовать короткую нитку, которую не будет видно, но она не будет выглядывать из-за панно вот таким вот образом или же сделать более длинную, как хочу сделать я для того, чтобы данное панно повесить на дверь входную на глазок. Соответственно, если я спрячу нитку и сделаю покороче, я ничего не увижу в дверное отверстие, в дверной глазок. Поэтому мне необходимо эту ниточку увеличить, чтобы вот таким вот образом она торчала. Веревку пока не укрепляю, а только отмечаю необходимую мне длину. Теперь я ее вытащу и этот круг я приклею на старые обои. Я выбрала себе в черном цвете. Приклеивать обоих к картону буду с помощью полимерного прозрачного клея. Он достаточно хорошо держит и при этом быстро сохнет. Отрезаю лишний край обоев по кругу. Дальше в отверстие снова втыкаю ножницы, чтобы сделать дырки уже и в обоях и буду просовывать туда веревку. С внутренней стороны буду укреплять веревки термоклеем. Нахожу линии на веревке, на которых я отмечала необходимую длину. После того как веревка хорошо укреплена, буду приклеивать на полимерный клей остальные части вырезанного картона. Я решила остановиться на трех кругах. Четвертый решила не использовать. Края обоев нарезаю полосочками и приклеиваю их с помощью термоклея внутрь. Вот таким вот образом у меня все получилось. Это обратная сторона панно, которая будет крепиться либо к стене, либо к двери, как в моем случае. А теперь нам понадобятся яичные лотки. Снимаю этикетку и в той части, где лотки прямые, начинаю нарезать их полосками. После того как нарезала полосками, буду нарезать как будто бы кирпичиками. То есть вот такими небольшими прямоугольничками. В дальнейшем планирую выкладывать эти кирпичики вот таким вот способом и приклеивать на термоклей. Ну а сейчас я решила прогрунтовать центральной части акриловой краской черного цвета. Окрасила в два слоя, но забегая вперед скажу вам, что нужно было покрасить в белый. В дальнейшем я это исправляла. Так как дальше техника декупаж, я буду приклеивать по центру салфетку. Это будет основной рисунок моего панно. И соответственно за счет того, что снизу черная краска, рисунок у меня был не такой четкий. Впоследствии я покажу, как я все исправила. Ну а на этом этапе я приклеивала салфетку на обыкновенный клей ПВА. И аккуратненько ее разглаживала. Теперь раскладываю и приклеиваю наши кирпичики в шахматном порядке. Вот таким вот образом я расположила кирпичики. Некоторые кирпичики я подрезала, чтобы было более удобно. Также по кругу кирпичики я обрежу согласно контуру моего панно. И на этом этапе я понимаю, что моя салфетка потеряла свой вид. Беру новые салфетки. Отрываю внутреннюю часть кирпичиков. Крашу в белый цвет. Потом приклеиваю новую салфетку и возвращаю кирпичики на место. Так что не ошибается тот, кто ничего не делает. Посмотрите на мой опыт и сделайте лучше. Вот посмотрите на белом фоне уже картинка выглядит абсолютно по-другому. Теперь буду окрашивать кирпичи. Для этого буду использовать черный и коричневый цвет. Это акриловая краска. Для удобства можно наносить губкой или кисточкой. Сначала я окрасила полностью коричневую краску. Также заходя немного на рисунок. В дальнейшем беру черную краску и губкой наношу небольшими вот такими вот движениями легкими, чтобы кирпичики окрашивались частично. Вот так у меня получилось. Оставляю сохнуть. Также для ускорения процесса можно использовать фен. Теперь беру бронзовую краску и жесткую кисточку, а также бумагу. Макаю кисточку в краску и хорошенько обтираю об бумагу. И только после того, как кисточка на бумаге оставляет такие слегка прореженные сухие мазки, можно проходиться по нашему панно. Такой эффект очень красиво смотрится. Вживую он выглядит еще лучше. Камера конечно этот эффект передает с неточностями, к сожалению. Теперь беру акриловый лак и покрываю всю картину лаком. Также оставляю до полного высыхания. Можно покрыть в два слоя. И в дальнейшем будем переходить к дополнительному декору. Буду использовать искусственную веточку елки и вот такие вот ягодки, которые я делала своими руками из яичных лотков. Ссылочку как их делать напишу в описании. Вот так вот прикреплю веточку с ягодками и бантик. Как завязать бантик тоже есть у меня мастер-класс. Тоже ссылочку оставлю в описании. Еще можно использовать какие-нибудь дополнительные украшения. У меня есть вот такие снежинки. Я отрежу их и тоже приклею. Вот мое панно уже высохло после лака. А это значит, что оно уже не боится влаги. И вот так вот оно выглядит с обратной стороны. Также, как вы видите, мое панно приобрело блестящий оттенок. Это из-за того, что я покрывала глянцевым лаком. Все дополнительные элементы декора я приклеиваю на горячий термоклей с помощью термопистолета. Вот такое вот супер панно у меня получилось. Очень новогоднее. И очень будет классно смотреться как на стене, так и на двери. И будет прекрасным подарком вашим друзьям, родным и близким. Или просто украсит вашу квартиру. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. И вы мне напишите об этом в комментариях. Не забывайте про лайк, колокольчик, ну и конечно же подписку. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и пока-пока! Ой-ой-ой! Ты что, до сих пор не подписался? И не поставил лайк? Скорее сделай это! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok